День танкиста Своими глазами. Я Мария Бересневич. Мы начинаем. Весомый каравай, обновленный список Минздрава и вступительная кампания. В стране объявлено общественное обсуждение. Что предлагают изменить? Броня и огневая мощь страны. Свой профессиональный праздник отмечают танкисты. Максим Кебель об освобождении Минска и взятии Берлина. Техника для спасателей. Бобруйска Громаш представил новую разработку. В чем ее уникальность? Грибной сезон в разгаре. Куда отправляться на поиски даров леса и как правильно собирать урожай? Анастасия Шевцова расскажет топ простых правил. Онлайн-евровидение, первая вакцина и обвал акций. Ценные бумаги Тесла упали за несколько дней. На сколько процентов? День танкиста отмечают в Беларуси. Праздничная дата в календаре как признание заслуг во время Великой Отечественной. Операция Багратион, освобождение Минска, взятие Берлина. Танковые войска сыграли важную роль в ключевые моменты войны. Максим Кемель встретился с последним командующим 5-й гвардейской танковой армией. Станислав Румянцев родился в 40-м году прошлого века. Застал войну. Его дядя – герой Советского Союза. На фронтах сражались отец и дедушка. Стать военным потолкнула сама жизнь. Сперва была школа в Белгороде, потом училище в Москве. Спустя 4 года обучения на плечах появились лейтенантские погоны. Затем служба в Германии и должность командира взвода. Потом служил в Московском военном округе, Таманская дивизия, парадная дивизия. Пришлось вместе с училищем, парадным узелем и Академией Фронзе 11 раз пройти по Красной площади на парад. После были за Байкальские войны округ Монголия и Германия на календаре 1991 год. Развал Советского Союза. Генерал становится во главе 5-й танковой армии. Спустя чуть больше года Румянцев узнает – он последний командующий. Армии, которые стали в группе Советской Германии, вот вторая танковая армия, это было, я вам скажу, 3000 танковых бронетранспортеров не было. Это столько, сколько Гитлер напал на Советский Союз в 1941 году. Поэтому мощь была огромная. По количеству техники, по количеству солдат военно-время, 5-й армии – детишек. Но в мирное время на территории Советского Союза эта армия была сокращенного состава. То есть не 70 тысяч боевых штуков, а примерно 25-27 тысяч. Одна треть, скажем. Почему? Потому что это накладно, когда армия. А когда образовалась Белорусская Республика, самостоятельная государство, у нас в Белорусском военном округе стояло 350 тысяч военных всех степеней. И ракетчики стратегические, и ПВО, и авиации. Такую армию содержать было нельзя. Поэтому армия была в 92-м году расформирована. И создана на ее базе. Перешла плана в 5-й армейский корпус. Приемник героического прошлого. За два года боевого пути танковая армия прошла свыше 7300 километров, участвовала в 16 крупных сражениях и операциях. За период боевых действий воины-гвардейцы освободили свыше 50 тысяч узников фашистских концлагерей, уничтожили 2000 танков и около 3000 орудий. После образования независимого государства Республики Беларусь, армия была расформирована, а танки навсегда покинули Балбруевскую землю. Оставшись лишь в памяти людей, ежегодно город отмечает День танкиста в подножии мемориала боевой славы «Алые гвоздики». Возложение, старт митинга и дань памяти героям. Годовщину 75-летия Великой Победы хочется искренне поздравить всех жителей города Бабруевска с таким великолепным праздником, как День танкиста. Пожелать всего самого наилучшего. Конечно же, крепкого здоровья, удачи, благополучия, успехов и чистого мирного неба над головой. Я хочу поздравить вас с вашим, ну скажу, праздником, с Днем танкиста. Это знаково и очень, скажу, по-настоящему гордо носить звание и быть танкистом. Мой отец служил в танковой армии, поэтому я это знаю не понаслышке. Хочется пожелать здоровья, благополучия вам и вашим семьям. Концерт, площадка учреждений здравоохранения, аквагрим, лазертак и катание на лошадях. Для самых маленьких здесь обустроили городок и батут, эпицентры праздника, микрорайон Киселевичи. Мы рады были здесь встретиться, создавили бывшими ветеранами, которые здесь служили, которых мы знаем, мы здесь сторожили у этого городка. И рады были этому празднику, видеть красивые детей наши, хороший концерт, который нам очень понравился. Мы всем желаем только здоровья, мирного неба, чтобы наша Заварусь процветала, была красивой. Здоровья президентам, здоровья всем нашим людям. Всего самого хорошего. И танкистов поздравляем всех, всех, всех. Всем здоровья. Сегодня белорусские танкисты – главная ударная сила армии, составная часть огромного механизма сухопутных войск. Они предназначены для решения задач по отражению ударов противника и его разгрома в случае развязывания агрессии. Тем временем, в мирное время, они не раз доказывали высокий профессионализм. На международной арене. Максим Гембель, Анастасия Поклёстова, Максим Галёнко. Итоги недели. Новинка от Бобруйска Громаша. Предприятие выпустило машину для тушения пожаров в лесу и труднодоступных местах. Разработка представляет собой мобильную ёмкость для воды или любой другой негорючей жидкости. Она оснащена грязевой мотопомпой, которая позволяет наполнять цистерну с глубины до 8 метров и тушить возгорание на высоте до 25 метров. Для этого есть катушка с пожарным рукавом. Ёмкость резервуара более 3 кубометров. Машина работает автономно. То есть она будет где-то устанавливаться на каких-то участках леса пожароопасных. Она будет наполнена. Наполнение происходит с любой так называемой лужи, канавы, водоемы. И в последующем при возгорании пожарному просто нужно будет завести мотопомпу и погасить огонь. Борисовским лесхозам было озвучено предложение о покупке двух единиц данной техники. Был заключен договор на поставку. Сейчас идет разработка второго экземпляра. Создать такую машину предложило Министерство лесного хозяйства. Ее разработали буквально за месяц. Уже в августе на семинаре Минлесхоза новинку представили и показали в работе. По словам создателей, аналога в Беларуси пока нет. Стресс-тест для Белариса, экзамены по новым правилам и тренд на все зеленое. Когда в стране станет больше электробусов? Спросим у моей коллеги Анастасии Пахлёстовой. У нее самый подробный обзор громких заголовков. В Беларуси к 2025-му треть городского транспорта может стать электро. Сначала экоавтобусы будут курсировать по Минску и областным городам. Затем такой транспорт появится в населенных пунктах, где проживают более 100 тысяч человек. Такую задачу заложит госпрограмма развития транспортного комплекса на пятилетку. На Белая завершились стресс-тесты. По результатам испытаний подготовлен план действий для безопасной работы станции. Специалисты изучили устойчивость объекта к природным катаклизмам и даже к падению самолета. За процессом регулярно следили международные эксперты и представители экологических организаций. Минздрав Беларуси обновил перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19. Из списка исключен Узбекистан. Теперь после возвращения из этого государства не потребуется двухнедельная самоизоляция. В то же время на 14-дневный карантин обязаны будут уходить граждане, которые приехали в нашу страну из Испании, Черногории, Израиля, Андорры и Мальты. Более подробный список на сайте Минздрава. В формат вступительных испытаний вынесено общественное обсуждение. Речь о вузовской кампании 2022 года. Предлагается заменить выпускные экзамены национальными по двум предметам и совместить их с централизованным тестированием. Выпускники смогут задавать русский или белорусский. Второй же предмет будет профильным по будущей специальности. Предложения принимают на электронную почту и в телеграм-канал Министерства образования. Последние гектары зерновых убирают с полей хлеборобы. Урожай в стране достиг почти 8 миллионов тонн. Сейчас в самом разгаре сев азимых. В Могилевской области под них отвели 210 тысяч гектаров. Аграрий вырастили и неплохой урожай картофеля. В общей сложности в регионе соберут свыше 170 тысяч тонн второго хлеба. В США не утихает огненная стихия. В Калифорнии и Орегоне продолжаются лесные пожары. Накануне пламя практически полностью уничтожил населенный пункт Берри-Крик. В общей сложности эвакуированы сотни тысяч человек. С 15 августа в Калифорнии зарегистрировано 900 лесных пожаров. Сколько пришлось эвакуировать пострадавших. Все подробности в конце больших итогов. Спасибо, мои коллеги Анастасия Пахлёстова и Максим Кембель с обзором громких новостей недели. Мы продолжаем. Осень. Время подводить итоги отпускного сезона. Всенародная любовь летом 2020 получил туристический комплекс в Бабаруисском районе «Наше место». Апгрейд в 2016-м позволил превратить захудалое местечко в современный туристический комплекс. Не прошло и года, как его признали лучшим в стране. 2020-й и вновь повторение успеха. Мы очень рады, что на таком высоком уровне оценили наши старания. Будем только развиваться, расширяться, делать все для людей. Наше место – мультибаза для отдыха. На небольшой территории детский пляж, почти две сотни шезлонгов, беседки, бар. Заполняемость комплекса в летний период до тысячи посетителей за день. Руководство признается – это еще не предел. В перспективе – летний кафе с живой музыкой, аквафитнес и работа аниматоров. Грибной сезон 2020 в самом разгаре. Из-за дождей леса буквально усыпаны дарами природы. Здесь есть боровики, маслята, сыроежки, грузди и лисички. Анастасия Шевцова тоже сходила за урожаем. Вот уже несколько дней белорусы активно выходят на охоту. На мушки – боровики, маслята и лисички. В лесах – грибной сезон. Специалисты напоминают – дары природы надо собирать правильно. Когда ты срезал гриб, прикрыть его мхом, листочками, чтобы грибница не высыхала и не повреждалась, чтобы в дальнейшем произрастали грибы. Помнить о безопасности. Лес – не городской парк. Заплутать проще, чем кажется. Собирая грибы, советуют лесничие, нужно обращать внимание на особенности местности. Приметное дерево, просеки, дорожки. Бывалые грибники советуют брать на тихую охоту аварийный набор. Заряженный телефон, дождевик, фонарик, компас, коробок, спичек. Грибы любят играть в прятки. Маскируются в листве и траве. Не лишним будет взять палку с развилкой на конце. Так будет проще искать дары природы. Перед походом в лес стоит позаботиться о гардеробе. Надеть плотно прилегающую одежду, прикрыть голову, ноги защитить высокой, удобной обувью. Помимо лукошка и ножика прихватить спрет комаров. Съедобные и ядовитые про отличия грибов знает, наверное, каждый. Но эксперты сходятся во мнении, в корзинку лучше класть лишь знакомые плоды. Между тем, следует помнить, даже съедобный гриб, который рос недалеко от оживленной трассы или в зоне радиоактивного загрязнения, станет ядовитым и несъедобным. Грибы, как губка, впитывают все из окружающей среды. При употреблении продукции с повышенным содержанием радионуклидов цезия, возможно обострение хронических заполеваний. При въезде в лес обязательно необходимо смотреть указатели на рационно-опасных участках. Лесхозы выставляют указатели о том, что территория загрязнена. Грибы и ягоды можно собирать на территории загрязнения, мне больше одного кюрина километр квадратный. Проверить собранные самостоятельно дары леса на опасные радионуклиды можно бесплатно в Центре гигиены и эпидемиологии. Покупать исключительно в местах санкционированной торговли. У продавцов спрашивать специальный талон, подтверждающий безопасность товара. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов. Итоги недели. Отложенные из-за пандемии новинки возвращаются в Бавруйские кинотеатры. С 10 сентября стартовал показ фильма «Мулан». 24 числа премьера картины «Стрельцов. Любовь, победы и предательство». Фильм расскажет о жизни легенды советского футбола. Мы приглашаем наших любимых зрителей посмотреть такие фильмы, как «Довод», который выйдет на большой экран с 10 сентября. Это очень интересный фильм. Речь идет о секретном агенте, который спасает мир от разных катастроф. Специалисты обращают внимание, из-за эпидситуации премьеры могут переноситься или откладываться на определенное время. Следить за новинками можно на сайте кинотеатра. И в горе, и в радости пара из Бавруйска отметила серебряную свадьбу. Молодожены вновь обвинялись кольцами и поклялись в вечной любви. Мария Бушкевич узнала секрет долгого семейного счастья. Для семи лагун этот день особенный. Александр и Людмила пронесли любовь через года. Как это было 25 лет назад, вспоминают с улыбкой на лице. Их лавсторий началась еще в середине 90-х. Пара познакомилась на новогоднем огоньке в Доме культуры. Предложение Александр сделал будущей супруге спустя полгода на венчание друзей. Прямо на ступеньках храма. А дальше – долгая и насыщенная событиями семейная жизнь. Совпали и общее увлечение рыбалкой, и любовь к отдыху на природе с палатками. В семейном архиве десятки тысяч фотографий. Взлеты падения были, ссорились. Но вы знаете, как после ссоры хорошо мириться. Поругались, поругались, два дня не поразговаривали. Больше, чем два дня не было, наверное. Но потом неделю мы дружим, мы хорошо живем дружно. Очень хорошо мириться потом. Супруг Александр работает с лесарем на Белшине. Людмила – дефектолог в 9-м детском саду. Все свободное время пара проводит вместе. В семье двое детей, Ваня – 24 и даже 15. В семье – это главное, чтобы было взаимопонимание. И, естественно, надо где-то уступить, где-то в какую-то ситуацию уметь сглазить. Не на рожон лес, а где-то промолчать. К торжественному дню пара подошла со всей ответственностью. Даже купили кольца. Носить их будут вместе с обручальными. Торжественная церемония бракосочетания – новый этап в их совместной жизни. Сказать друг другу слова верности пара планирует и на свой 50-летний юбилей. Бриллиантовые, золотые, серебряные, есть даже изумрудные свадьбы. Это книга почетных юбиляров Бобруйска. Сегодня здесь появилась новая запись – 11-я по счету за этот год. В последнее время тенденция к увеличению количества юбилейных пар. Поэтому мы этому несказанно рады. Мы рады видеть юбилейные свадьбы, особенно когда это свадьба с солидным возрастом. 50-55. Это прекрасный пример для наших молодожен, что можно хранить любовь, верность и семейный очаг на протяжении многих-многих лет. Про семью лагун можно с уверенностью сказать. Их отношения проверены и чувствами, и временем. Как говорится, и в горе, и в радости. Мария Бушкевич, Андрей Богдан. Итоги недели. Обвал акций, спасительная вакцина и надежда на дожди. Сколько жертв от стихии в США. Далее обзор самых обсуждаемых мировых новостей. Слово Максиму Кембелю. В общей сложности эвакуированы сотни тысяч человек. Сейчас в регионе бушуют более 100 природных пожаров на площади свыше полутора миллионов гектаров. Жертвами лесных пожаров в США стали уже 23 человека. Более 3300 строений разрушены. В настоящее время в регионе сохраняется низкая влажность и порывистый ветер. Это способствует дальнейшему распространению огня. За несколько дней цены бумаги Тесла упали более чем на 21%. Еще в начале месяца акции продавались 498 долларов за штуку. Сейчас на закрытии фондовой биржи Нью-Йорка они стоили чуть более 330. На разнице Маск потерял порядка 14 миллиардов долларов и две строчки в рейтинге богатейших людей планеты. Опустившись на седьмое место. Цена нефти марки Brent упала ниже 40 долларов за баррель. Такие показатели фиксируют впервые с июня. За баррель дает чуть больше 39 долларов. Снизились фьючерсы и на американской черное золото марки VTI до 36 долларов. Тем не менее, некоторые эксперты полагают, что явления характерны для конца летнего сезона, когда спрос на автомобильное топливо постепенно падает. Первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник Ви» выпущена в гражданский оборот. Разработка прошла необходимые испытания, получила разрешение на выпуск и скоро появится в регионной стране. Сейчас препарат проходит пострегистрационные испытания. В них должны принять участие 40 тысяч человек. При этом четверть получит плацебо вместо настоящего препарата. Детский конкурс «Песни Евровидения-2020» пройдет в форме стрима. Все песни делегатов будут представлены в студии каждой страны участницы. Скоро компании «Вещатели» получат подробные инструкции, как подготовить видео своего артиста в новых условиях. Своё участие в песенном конкурсе подтвердили 13 стран, в том числе и Беларусь. Такими уходящие 7 дней увидели корреспонденты «Бобруйск-360» и я, Мария Бересневич. Новая неделя, новые итоги. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»